Фур-фур, мои волшебные, добро пожаловать на канал. Мы продолжаем с вами кофе-толк. В прошлый раз нас атаковал оборотень, и, видимо, он не только нас атаковал. Недавний кассофиль-компания, а, я уж подумала, Вальдштейн раскритиковал за выставление оборотней в плохом свете. Каучила-2020, что можно и ничего нельзя. Посол Атлантики проводит переговоры с ПИК по вопросам миграции. Давно пора. Продолжаем, а точнее начинаем нашу ночь. Добро пожаловать. О, боже мой. Рэя, ты когда-нибудь себя убьёшь? Стоп, ничего не говори. У нас вот хорошо, что я глянула на этот значок. Так. Так, так, так. А, это вторая часть. Первая часть была... Так. Напомнить бы самой себе, о чём была она. Ставлюсь с тобой. А, Ромео и Джульетта. По-новому. Так. Чё у нас во второй части? В Грации там были типа школьники, которые звали одного Ромео, другую Джульетта. И вот по стечении каких-то судьбоносных обстоятельствах. Они там что-то задружились, заговорились. Но их семьи разной расы, разных сословий. В общем, такое всё. Как всегда, расовые рясприи. Давайте продолжим или, может быть, закончим здесь. Что она тут накатала, судя по её глазам, что-то интересное. И вот завтра наступило. Ромео и Джульетта встретились вновь. Однако юноша так и не решился сделать шаг. Ему помешало какое-то странное чувство при виде возлюбленной. В последующие дни они не могли находиться рядом с ней из-за какого-то чувства нервозности. Может, даже страха. Наш герой был не из пугливых, но по необъяснимой причине он ощущал от Джульетты какую-то зловещую ауру, не дававшую юноше подойти к ней. Лишь спустя несколько дней эта аура или что-то другое, чем бы оно ни было, наконец исчезла. Как только сигнал тревога подавляемой организмом Ромео пропал, юноша нашёл в себе силы рассказать свои любимые чувства, державшие его всё то время, словно хитрый лис. Он дождался окончания вечерних занятий, когда он и Джульетты должны были собираться домой. «Ух, эй, уходишь уже? Подвезти?» «Нет, спасибо, я антоксия. Просто мне нужно с тобой о чём поговорить». Её выражение тут же сменилось на какое-то незнакомое Ромео. Непонятное помесь счастья, печали и злобы. Настолько необычно, что у Ромео даже не нашлось слова, чтобы описать её. «В чём дело?» – впилась с него взглядом Джульетта. «Это насчёт нашего с тобой разговора пару месяцев назад. Та самая улыбка, как в тот день, когда Ромео признался ей своих чувств, вновь украсила лицо девушки. Ну хорошо, давай прокатимся, я даже знаю одно местечко, где мы могли бы спокойно поговорить». Спустя минуту Ромео уже ехал туда, куда оказывал Джульетта. И болтал с ней о том и о сём, чтобы как-то скоротать время по дороге к большому, тёмному, пустому парку, куда она оказалась и вела его девушка. «Девушка! Мне не нравится это!» «Ого, даже не знал, что вокруг есть парк!» «Ничего ты не знаешь, Ромео!» «Стоп, что? Ты же говорил, что не смотришь и не читаешь его престолов!» «Этот мэм только слепой не видел, покосился на него Джульетта». «Ладно, переиграла!» Ромео специально ехал медленно, необычно, чтобы провести побольше времени вдвоём с ней. Поэтому к моменту, когда наши герои прибыли, перебрались через закрытые ворота парка, наткнулись на удобную, удобную, это не «б», это «д», кошмар, она меня так путает. Удобная скамейка, и словно прочитав мысль друг друга, молча на неё не уселись. А на часах почти, чего? На неё не уселись. Почему? На часах почти стукнула полночь, небо было усеяно звёздами, всюду витал запах свежей и выкашанной травы, а облака на горизонте предвещали лёгкий утренний дождь. В более подходящей обстановке Ромео не мечтать не мог. Ну, медленно переводя взгляда звёзд с неба на глаза юноши, спросила Джульетта, «О чём ты хотел поговорить? Помнишь, я как-то сказал, что ты мне нравилась?» Начал с самого главного Ромео. «Да, помню. Я солгал. В смысле?» Прищурилась, спросила Джульетта. «Осторожнее, Ромео, игра с женским чувствами до добра не доводит. Ты мне до сих пор нравишься и никогда не приставала. Мои чувства с каждым днём становились всё сильнее, я больше не могу их скрывать». «Я знаю». Ромео будто палкой огрели. Он ожидал другой реакции. «Чего? Неужели всё настолько очевидно?» «Не то чтобы, но было не трудно гадаться». «А, вот как. Да, я... Я... Ну...» «Когда я впервые призналась в тебе в своих чувствах, то думал, что после этого мне станет легче. Мне казалось, что стуман в моей голове рассеется. Я хотела, чтобы он рассеялся, но никак не мог понять, в чём причина. Стоило мне о тебе подумать, и вдруг появлялось желание тебя увидеть. Стоило мне о тебе увидеть, и я хотела заговорить с тобой». «Всё то, что копилось в голове Ромео на несколько недель подряд, он излил лишь одной пылкой просьбой. Я понимаю, скорее всего, ничем хорошим это не кончится, но ты мне нужна. Давай просто попытаемся». Грилета взяла руку Ромео, своё чувствуя, как трясутся его пальцы, но делая вид, что не замечая этого. «Ромео, ты мне нравишься», — начинает она. «Не только как друг, просто ты же понимаешь, что мы с тобой из разных вселенных». «Что у нас разные семьи, и что из-за этого мы не сможем быть вместе». «Понимаю, конечно, я всё понимаю, но не могу. Я, наверное, счастлива, я невероятно счастлива, когда ты рядом со мной. Когда мы о чём-нибудь говорим, не одновременно так радостно и так страшно». «Страшно? Да, я боюсь сказать что-нибудь такое, из-за чего ты можешь подумать обо мне плохо. Я хочу касаться тебе кем-то идеальным, даже несмотря на то, что большую часть времени у меня получается совсем наоборот. Брось, в мире не бывает идеальных». Некоторое время они просто сидели молча, а Ромео неотрывно смотрел на их крепкие, держащие руки, в то время как Джульетта наблюдала за колышущими-то литрою ветками деревьев. «Я до сих пор не мог понять», — задумчиво пробормотал девушку. «Когда ты впервые признался мне, я подумала, у нас нет шансов, а потом ты сказал то же самое, и меня это почему-то расстроило. А теперь мы поменялись ролями. Я напоминаю тебе о традициях, а ты просишь меня о них забыть». «И не говори, я и сам не мог понять, почему все так сложилось. Мне нравятся вещи, которые не нравятся тебе, и наоборот...» «Прошу, даже не напоминай мне о своей любимой книге, это худшее, что я когда-либо читал». «Ты про тайну?» «Да, пожалуйста, давай не будем о ней». В ответ Джульетта лишь звонко засмеялась. Это был тот самый смех, от которого раньше у Ромео зубы скрипели. «Но теперь все иначе. Хорошо, хорошо, давай не будем. Только скажи, раз уж ты знаешь, что ничем хорошим наши отношения не кончатся, то зачем мы все это... зачем ты мне все это рассказываешь? Почему бы не забыть про меня и не двинуться дальше?» «Я пытался», — сказал Ромео, нежно зажимая ее руку. «Но каждый наш разговор просто не дает мне забыть, как много ты для меня значишь». «Ты не слушаешь эту непонятную группу на английском, но когда их слушаю я, то думаю только о тебе. Ты играешь в игру, когда реже меня, но играть в команде с тобой — одно из моих самых заветных желаний. У нас разные боги, но только о том, но только о тебе я и думаю каждый раз, когда молюсь о светлом будущем». Джулиетта лишь молча смотрела в глаза Ромео, пока он изливал ей все, что долгое время копилось у него на сердце и в голове. «Всю свою жизнь я думала, что мне захочешь встретить Старость с человеком, в который я влюбилась. Хочу ли я встретить Старость вместе с тобой? Нет, не хочу. Но хочу ли я остаться с тобой здесь и сейчас, застыть в этом вечном мгновении, забыть обо всем остальном мире и представить, что на свете нет никого, кроме нас двоих? Черт побери, да! И вот наши герои сидят в полной тишине и просто смотрят друг на друга в глаза. Их словно накрывает волну ничем необъяснимого чувства. Что-то поистине волшебное, случающееся с человеком в наш раз в жизни. Что-то очень нежное, витающее вокруг, что-то юное. И ах, столь хрупкое! «Ты любишь меня?» – спрашивает Джульетта. «Я не знаю», – отвечает Ромео. «Но если это не любовь, то понятия не имею, что это такое. Ну, раз это любовь, то почему ты не хочешь встретить Старость вместе со мной? Потому что это всего лишь любовь. Ты такой ненормальный, понять не могу, почему я в тебя влюбилась». И тут Ромео ощущает настоящее прелив счастья. И поэтому по его телу будто прокатилась девятый вал. Он носит с собой все мысли, что терзали его сердце и душу столь долгие месяцы. Долгие. Долгие месяцы. Однако жизнь никогда не бывает так проста. И в один момент на волну счастья накатывается той же огромной волной печали. И обе волны бьются друг от друга с такой силой, какой Ромео никогда прежде не испытывал. «Знаешь, я могу не стоить того, чтобы ты жертвовала всем ради меня, тем более своей семьей. Но если наша любовь настолько особенно может, судьба даст нам еще один шанс встретиться в другой жизни, когда мы будем кошками». Говорит Стаска Ромео. «Погоди-ка, ты это сейчас ванильное... Ты это сейчас ванильное небо мне процитировал?» «Поверь, Маху, ты же знаешь, я терпеть не могу этот фильм». «Ты что?» «Но он же восхитительный. Напомни мне, как, черт возьми, так получилось, что я в тебя влюбился». Они вместе смеются, а спустя несколько секунд их смех постепенно стихает, превращаясь в улыбки. Самые обычные улыбки, в которой скоро много... Скрыто многое. Доступно лишь для них и для нее. А для него и для нее. «Я люблю тебя», — говорит Ромео, держась жюлеты за руку. «Кажется, я тебя тоже», — отвечает она, кладя голову ему на плечо, а затем спрашивая. «И как стоит она того?» «Здесь и сейчас совершенно того точно стоит». «Но не угаснут ли наши чувства под гнетом времени под давлением окружающих?» «Я не знаю». «Да, иногда жизнь тот еще отстой», — вздыхает Джульетта. «Жизнь почти всегда тот еще отстой. Поэтому я хочу, чтобы наша с тобой здесь и сейчас никогда не заканчивалась». «Если не сомневаться, все возможно». «Ты это из своей дурной книги понахваталась?» Смеясь, спрашивает Ромео. «Да ну тебя», — отвечает Джульетта, щипая его за руку и после недолгого молча внезапно говорит. «Поцелуй меня». «Зачем?» — не скрывая удивления, спрашивает Ромео. «Я слыхала, что поцелуй — это нечто волшебное». Говорят, он может остановить время или переместить в будущее. «Ммм, что-то такое слышал. Правда, мне всегда казалось, что и это рассказы довольно нелепые. То, что происходит с нами сейчас, тоже, знаешь ли, выглядит довольно нелепо». «Ладно, переиграла». «Нуу, нуу». «И опять полная тишина». Они смотрели друг на друга, постепенно сближаясь и закрывая глаза. В момент, когда их губы соприкасаются, Ромео и Джульетта испытывают нечто неофисуемое, нечто волшебное. Ощущение, будто время вокруг них остановилось, будто они вдвоем застыли в этом мгновении. Ага, продолжение следует. Ну ты размахнулась, ну ты размахнулась. Ну не знаю, что первое, что вторая часть на меня как бы не произвели особого впечатления. Не знаю, что там будет дальше. В оригинале Ромео и Джульетта закончилось достаточно, достаточно, сказать, печально. Посмотрим. «Итак, Фрея». «Добрый вечер, Фрея». «А?» «Привет». «Ты когда последний раз спала?» «Вообще-то, вполне себе сплю». «Вот, шесть часов спала». «Вчера?» «Нет, за всю неделю». «Ты себя губишь». «Серьезно, отдохни». «Одохну, когда закончу». «Это же сумасшествие». «Ой, замолчи». «Ну и чем теперь занимаешься?» «Теперь, в смысле, прямо сейчас?» «Пойду в уборную, умоюсь». «Нужно снять с себя маску зомби и надеть нормальное лицо». «Ну, а потом продолжу работать над черневиком». «Фрея». «А, что ж». «В общем, ты знаешь, где что». «Жесть ее корежит». «О, ладно, нужно что-нибудь заказать». «Фрея, у тебя работы нет». «Не растрачивай свои деньги на кофе». «Слышать такое от тебя?» «Очень непривычно». «Понимаю». «Мы с тобой уже столько лет знакомы, и если тебе просто нужна здешняя атмосфера, без проблем». «Нет, так я динамок не буду». «У тебя сегодня ни одного посетителя?» «Что мне делать, если ты обанкротишься?» «Такого не будет. Откуда такая уверенность?» «На, выпей воды и спокойно занимайтесь своим делом, хорошо?» «Ну». «А ты говоришь, видишь, вот и посетитель. За меня не волнуйся». «Галла, ты живой! Я так рада!» Привет, Гала Ой, я так рада, что ты, блин, себе ничего больше не сломал Что не так? А я помню, что ты молчун Ну, вроде как, не настолько Фрея Фьорн Меня, правда, очень стыдно за то, что я вчера устроила Гала Да ладно тебе? Никто же не пострадал, верно? И с кофеей не все в порядке Не нагружай себя так Вот именно Ни жертв, ни порчи имущества не было Я все равно должен извиниться за то, что натворила И за то, что напугал вас Уверен, что могу хоть чем-то искупить свою вину Может, купите что-нибудь вот этой даме? Думаю, ей быть приятно О, Фьорн, сваха Эй, ты чего это? Фрея, хочешь что-нибудь выпить? Нет Не стоит, Гала Я настаиваю Тебе совершенно незачем Пожалуйста, не отказывайся Мне хотелось бы... Мне хотя бы на душе полегче станет Хотя бы немного Ладно Ладно Можно кофе Только не эспрессо А чего-нибудь послабее Умеешь делать сладость и пряность? Да, что с корицей? Угу Вот, чашечка ее Так, у меня есть рецепт Как всегда Почитала одно, забыла про другое Кстати, тут что-то у нас в местном Тиндере написали Так, что-то про Галу День рождения 13 сентября Ветеран, работаю в больнице Что я люблю поесть Что-нибудь теплое и с имбирем Послушать группу Металл Майден Или как-то так Почитать цельнометаллическое Цельнометаллического одиночку Я думала, это что-то типа игра какого-то И оказывается, это целая франшиза Или что-то типа того Как я провожу свою жизнь? Пытаюсь помочь себе, помогая другим Философ Так, луя Так, нет Это судьбоносно, что ли? Зачем я на него нажала? Так, луя Это мы читали Так Кто умеет переводить, переводите Напишите в комментариях Перевод, я буду ждать Так Это, это Ну что ж такое? Сегодня я ни на что не попадаю Так, это все вроде бы Так, она Что-то там пряности Пряность Что-то пряность Сладость Пряность Или имбирный пряник По-моему, имбирный пряник Так, кофе Имбирь И корица Держи Держи Для успокоения души Эй Мало того, что рифмы не очень Еще и напиток не тот В смысле не тот? Ты же заказала что-то Сладость-гадость Да ладно Пей Пей, что я тебе дала А? Ой, прости Не суть Платить не мне Так что переживу Гала, спасибо Не за что Фьюр Может я все-таки могу Что-нибудь Для тебя сделать Не нужно Ничего делать Гала Все нормально Но Просто ради Интереса Что вчера Произошло Ага Если я правильно Помню В полнолуне Ты всегда Где-нибудь Закрываешься Нет? Обычно Да Но вчера В больнице Возникла Экстренная Ситуация Что за ситуация Эм Люди буквально Заполонили ее Так что Вздохнуть нигде Не было Все из-за Того объявления Объявление В нем Говорилось Что государство Скоро сделает Общедоступное Замену Нынешнему Гневоутоляющему Давать подробные Новости В полнолуне Это просто Идиотизм Больницу Наводнили Нетерпеливые Оборотни Начали спрашивать Про гневоутоляющее А оно еще Не готово Так В объявлении Же сказано Что не готово Сказано Что скоро Думаешь Кто-нибудь Читал Текст целиком Просто Глянули Заголовок Или Приметили На витрине Какого-нибудь Киоска И тут же Прямиком В больницу Впрочем Я их не виню Многие Не могут Взять себя В руки Когда понимают Что Единственный Доступный На рынке Гневоутоляющий Препарат Опасен В итоге Мне пришлось Объяснять Десятка Оборотней Несколько Несколько Неуправлений Даже пришлось Поместить В изолятор Настолько Ужасно Все было Угу До того Дошло Что у нас Кончились Свободные Помещения Именно Поэтому Сразу После смены Я отправился Домой Обычно Я конечно же Попросила Б моего друга Разокрыть Меня в изоляции Но Такой возможности Не было Так что Я пулей Двинулся Домой Только Было Слишком Поздно К счастью Я был Неподалеку И смог Себя Заставить Дойти Сюда Галла Извини За вопрос Ты ведь По пути сюда Никому Не навредил Верно Если Все Верно Помню То нет Если В крови На одежде Я тоже Не заметил О Это Хорошо Может Я Перегибаюсь С Уверенностью Особенно Если Учесть Учарашние Но Пока Мне Есть Куда Направить Свой Гнев Я Могу Себя Проконтролировать И Гамы Не навредить Как Правило Кончается Тем Что Я Разношу Все Вокруг В лучшем Случай Наношу Вред Себе Да Я Вижу Несмотря На Несмотря На Происшествия Все Остались Целы Невредимы Всегда Ищусь Плюши Плюши Плюшки Да Всего Лишь Занимаюсь Своей Работой Спасибо Ребята Нет Это Серьезно Только Прошу Если Я Могу Хоть Как То Вам Отплав В смысле Хоть Как То Помочь Не Стесняйтесь И Просите Хорошо А между О Он Такой Милый Я Начинаю Смущаться С ног До Головы А Между Тем Могу Я Сделать Заказ Я Сегодня Путаю Все Заказы Так что Заказывай Одно Я Принесу Другое Все Будет Нормально Конечно Что Будете Заказывать То же Что И Вчера Ага Это Я Помню Это Я Помню Это Благодаря Той Панике Я Помню Это Чай Молоко И Имбирь Ну Вот Я Запомнила Еще Один Напиток Кроме Эспрессо Голохат Подать Ваш Особый Чай Спасибо Это Он Он Такой Милый Он Меня Спас Еще Раз Спасибо За Помощь Если Бы Не Ты Я Бы Сейчас С Его Не Пил Кстати Гала Раз уж Ты На 100% Уверен Что Нашел Свою Природное Гнев Утоляющее Может Нальешь Его В Какую Нибудь Бутылку И Начнешь Носить С собой Так И Собирался Но Нужно Как-то Поддерживать Температуру Наверное Возьму Термос Попробуй В следующий Раз В Следующая Полнолуния Не Волнуйся Фрея Следующая Полнолуния Я проведу Дома Не собираюсь Рисковать Пока Не проверю Свои лекарства На практике Что это за Хлопанье Какого О боже мой Рэйчел Что происходит Хе А ты как Думаешь Твой отец Естественно О чем Он думал Пришел На фестиваль Пробрался За кулисы Рад Того Чтобы Устроить Спор С моим Менеджером Чего Прежде чем Я продолжу Фьор Можно ли мне Латте Латте У Фьор Есть Сейчас Посмотрим Есть Кофе Молоко Молоко Кофе Молоко Молоко Блин Это Я Я не знаю Наверное Я все-таки Буду Читерить И подглядывать Где нибудь В интернете Напитки Потому что Мне очень Кажется Что Из этих Напиток Я могу Упустить Какой-то Важный Момент Во всей Этой Игре Я Я понять Не имею Что это За момент Мне так кажется Так что Попробую Не сильно Читерить О Можно Нарисовать Лучший День Не сильно Так Читерить А как-то Типа Ну Так Посматривать По интернету Так Она Злая Кошечка Нарисуем Злую Кошечку Блин Уже Неправильно Так Вот такая Глазища Глазища Так Так Оп Оп Ууу Злой Кис Так Типа Как в аниме Рисует Оп Не Наверное Он здесь Такой Не получится А нет Вроде Получается Оп А нет Не получается Ааа Не получается Ага И вот здесь Блин Смажу ведь Все сейчас Смаж Зану Начнем Че такого-то Типа Такая Злюка Злюка Теперь Нужен Носик Такой Носик Будет Милый Маленький Круглый Носик О Сам Получился И Нужно Ротик Злющий Ротик Оп Оп Такое ощущение Целующий Смайлик Вот сюда Еще То ли он Обиженный То ли он Какой-то Какой-то Он нелепый Какой-то Он клоун Что-ли Короче Короче Я Кису Нарисую Я знаю Как нарисую Ща-ща-ща Я придумала Я все Придумала Вжук Вжук А Носик Носик Я научила Сделать Так Ротик Куть Носик Уплыл Вот так На усики Конечно Места Совсем Не хватило Мы Как-нибудь Сейчас Их Принепим Сюда Отсюда Конечно Котик Меня Немножко Уже Пугает Это Ну вот так Вот Прикрыв Один глаз Издалека Похож На котик Издалека Нормально Главное Нарисовала Котика Ваш латте Спасибо Как он За кулисы Пробрался Сказала Охранишн Он мой отец Он заранее Написал Что придет И сказал Что просто Хочет пожелать Неудачи И я естественно Просила Впустить Его Все таки Он мой отец Сначала Все шло Нормально А потом Пришел Менеджер И Не понимаю Хочет Спела А потом А потом Было Что-то Вроде Пресс Конференции После Твоего Уступления Одну Провели Вчера Перед Началом Всего А сегодня Провели Небольшую Там Было Около Десятка Журналистов С разными Вопросами Поэтому Решила Провести Поэтому Решили Провести В таком Формате Поздравляю Снова В игре Значит Да Вроде Того Все Будет Даря Хаген А мне Кажется Будет Даря Тебе Ну Твой Менеджер Вероятно Тоже Немного Поработал А почему Ты пришла Сюда Из-за Папа Конечно Я Попросила Прийти Сюда Нам Определенно Нужен Расставить Все На Свои Места Он Должен Прекратить Постоянно Досаждать Моему Менеджеру Еще Из-за Того Что Я Могу С ним Поговорить Только Сегодня Вечером У меня Нет Времени Пойти На Вечеринку Который Устраивает У меня Нет Времени Пойти На Вечеринку Который Устраивает Хаген Какую Вечеринку Хаген Города А тебе Точно Стоит Туда Ити Мне Уже Восемнадцать Забыла Я Взрослая Ага Только В некоторые Клубы Не пускай До Двадцати Одного Я Сейчас А Сейчас Пустят Потому Что Хаген Мой Менеджер И Это Его Вечеринка Даже Не знаю Меня Точно Пустят Да Я Понимаю Что Тебя Пустят Если Назовешь Его Иви Но Мне Кажется Не Стоит Тебя Туда Пускать Это Почему Еще Я Взрыв Нет Рэйчел Нет Ты Была Хоть На Одной Его Вечеринке Ну Нет А Ты А Я Я Не Была Но Кое Что Слышала И Что Ж Он Умеет Поводить Время Это же Отлично Не Факт Уметь Проводить Время Можно Очень По Разному Не Понимаю О чем Ты Поймешь Основной Если Дальше Будет Твоим Менеджером Лично Я Не Против Дурных Вечеринок Но Звать Несовершеннолетних Возможно Это Перебор Добро Пожаловать Чего О боже Мой Этого Китю Избили Оооо Какой Кошмар Какого Чёрта Ооо Нет Папа Что Рэйчел Это что Хэндри Да Папа Что Случилось Ферн Пожалуйста Дайте ему Молока Без Ничего Без Ничего Мяу Мама Мия За что Вот Спасибо Папа Держись Может Кто-нибудь Вызвать Скоро У нас Вон Гала Есть Он Врач Уже Едут Я позвонил В больницу Спасибо А ты Чё Не будешь Ничего Делать Ещё Позвонил Специалисту Котом Оборотнем Сейчас Не её Смена Но Он уже Едет Большое Спасибо Не знаю Что бы я Делала Без вашей Помощи Вот и они Я пойду С вами Хорошо Ё-моё Какой-то Когда-нибудь Спокойный Вечер Что-то Невероятное Второй день Подряд У тебя Что-нибудь Да Происходит Ну По крайней мере Есть Кто-то Кто считает Твою кофейню Своим Прибежищем В случае Беды Соглашусь Не часто Слышу Тебя Позитивное Рассуждение Ха Чокоби Милк Сладкий Сытный Полезный Шоколадный Вы Хоть Рецепты Писали Откуда Мне их Брать Эти рецепты Из головы Странно Странно Что ж Очередной Буйный Вечер Очередные Буйные События Давайте На этом Закончим Вы Знаете Что Делать Но Если Что Я Подскажу Подписывайтесь Ставьте Лайки Комментируйте И не забывайте Что Вы Самый Самый Молшебный Фэр Фэр